Продолжение следует... Работа продолжается новой для семинара темой и новой областью нумизматических исследований. Конкретно сегодня речь пойдет о советской нумизматике, и это для нас очень-очень отрадно. Я напомню, что наш семинар имеет свою целью привлечь широкую аудиторию и обратить внимание на актуальные проблемы всей нумизматики в целом, вступая в различные, назовем их так, коллаборации, сотрудничество со специалистами, как, с одной стороны, нумизматами, с другой стороны, историками, археологами, культуроводами и всеми-всеми, кого нумизматика не оставляет равнодушным. Сегодня у нас гость из Санкт-Петербурга Андрей Альбертович Богданов, кандидат исторических наук, начальник отдела выставочной и экскурсионной деятельности выставочного комплекса «Гознак» с очень интригующей темой «Советские монеты от НЭПа до перестройки». Андрей Альбертович, Ваша кафедра. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, собственно говоря, для половины присутствующих тема не интригующая, потому что у нас в нашем музее истории денег «Гознак», который, как известно, работает в Тараповской крепости уже шестой год, каждый год делаются выставки. И в этом году выставка 2021 года, она как раз посвящена советским монетам, тем более, что 2021 год – это столетие со дня начала массовой чеканки советских общероссийских монет. Потом повод появился, получился хороший. Выставку мы открыли, она до конца года работает, поэтому, если будете в нашем музее, то, так сказать, милости просим. И, собственно, принцип работы нашего выставочного комплекса таков, что мы сначала готовим выставку, выявляем, находим, атрибутируем, это все анализируем, публикуем, а потом весь год об этом поем после открытия выставки. Поэтому, в общем, сейчас очередной заход рассказа про советскую нумизматику. Единственное, что я, конечно, буду рассказывать не про выставку, а, в принципе, про историю чеканки и обращения советских монет. Несколько вводных слов скажу, в отличие от многих других областей истории и нумизматики, где чем более ранний период, так сказать, мы берем, тем меньшее количество источников, которые мы располагаем, и, соответственно, чем более позднее время, тем источников больше. В случае с советскими монетами здесь ситуация с точностью до наоборот, потому что по известным, понятным причинам вещи, непосредственно связанные с историей проектирования и разработки монет советского периода, они, как правило, секретились. Все они были засекречены, и только сейчас та часть материала, которая хранится в госзнаке, она становится, в том числе и благодаря нашему музею, доступной для исследований, для изучения, для какого-то осмысления. Сразу оговорюсь для особо, так сказать, ревностных нумизматов советчиков, что существует довольно много материала документального, прежде всего это архивный фонд Ленинградского монетного двора, который в основном этой разработкой и занимался, и находится он в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, там масса материала, но все равно без привлечения материалов из собрания госзнака, изучать это только по одним документам ЛМД невозможно. Во-первых, потому что Ленинградский монетный двор с 1941 года с военного периода входит в состав госзнака на правах филиала, и собственно и сейчас также сейчас есть госзнак, и есть у него филиалы, и это два монетных двора, это Санкт-Петербургский монетный двор и Московский монетный двор. И в советское время вопросами, связанными с созданием новых монет, занимался как монетный двор, так и Главк, главное управление госзнака, которое находится вон там, на Мытной улице, 17, недалеко от Шуховской башни, где собственно и находится сейчас единый фонд образцов и документов выставочного комплекса акционерного общества, госзнак. И тут еще важно сказать, подчеркнуть, что вот это особенное положение, связанное с секретностью, оно наложило свой отпечаток на комплектование советской части музейных фондов. Потому что если говорить о революционной монетной чеканке, о Российской империи 18-19 века, то там буквально со времени появления известного комплекса пробных монет, известной редкости, и вот эта вот культура коллекционирования монет Российской империи, она в общем появилась практически сразу после того, как эти монеты появились, да, расцвела пышным цветом к концу 19 века, и в общем пробные известные монеты, они практически сразу попадали, если не в оборот коллекционеров, то хотя бы в их поле зрения. Такие классические монеты конца 19 века, как например золотые русы, да, 1895 года, они есть известны уже в работах от того времени, начала 20 века. Здесь все совершенно не так. А если говорить о пробной советской чеканке, да, ну я здесь, так сказать, в музейной традиции делаю акцент именно на монетах пробных, но это не совсем правильно, потому что ведь по сути пробная монета – это всего лишь один из длительных этапов разработки той или иной массовой монеты, которые включают в себя создание, там, ну какое-то технического задания, концепции, грубо говоря, да, создание эскиза, по этим эскизам, но я сейчас говорю очень грубо и упрощенно, да, это тоже делаются соответствующие инструменты, соответствующими инструментами чеканятся пробные монеты, если таковые были, и это требует, так сказать, логика работы, после чего они утверждаются или не утверждаются, затем дело переходит к массовой чеканке и так далее, и так далее. То есть пробная монета – это одно из звеньев, но это важное звено, и традиционно в нумизматике пробным монетам уделяется большое внимание. И в силу их редкости, а значит, эксклюзивности, если говорить, оперировать терминами коллекционерского сообщества, и в силу их большого исторического интереса достаточно назвать Константиновский рубль, как такой, знаете, сферический вакуум, например, пробной монеты, историческая ценность которого такова, что при слове Константиновский рубль, в общем, приличный нумизмат, занимающий в XIX веке, должен испытывать состояние, близкое к обмороку. Тем более, что пробные монеты очень часто знаменуют какие-то исторические стыки, какие-то неинтересные исторические события. Константиновский рубль, опять-таки, тому пример. Так вот, исторически сложилось так, что пробными монетами не комплектовались основные музеи Советского Союза. В отличие от тиражных, которые обязаны были передавать в Эрмитаж, в исторические музеи, в Пушкинские музеи, по принадлежности в военно-морской музеи, ну, еще в несколько музеев, сейчас не в этом суть, пробная чеканка никогда не выходила за пределы Гознака. И то, что появлялось у коллекционеров, оно появлялось какими-то существенно немыслимыми путями. Ну, например, довольно много пробных монет 1956 года, которые делались в НИИ Гознака, там отрабатывали технологии, отрабатывали материал новый, и они вот так вылились в 90-е годы, видимо, там что-то где-то куда-то попало, в Госбанк или еще куда-то. Иногда они по пределы Гознака покидали, опять же, Госбанк, Министерство финансов. Но вот если говорить о послевоенном периоде, то оригинального оформления пробной монеты, они, ну, почти не попадали в поле зрения коллекционеров. Я сейчас не говорю о таких вещах, как разработка новых металлов, да я говорю именно об оригинальном оформлении. И, в общем, только сейчас многие из этих монет становятся доступны, в том числе благодаря Гознаку и такому воскрытию фондов Гознака. И поэтому я сейчас имею возможность рассказать вам об истории советской монетной чеканки, не только говоря о каких-то массовых вещах, но и говоря об истории разработки тех или иных монет, базируясь вот на материалах нашего собрания, которые имеют значительные лакуны. Сразу говорю, у нас далеко не все есть, у нас практически отсутствует довоенная часть, вот в плане советской нумизматики, да, у нас нет пробных довоенных монет, хотя почти нет, есть там буквально несколько. Зато у нас есть инструменты чеканочные, которых нигде больше нет по советскому периоду. В том, парадоксально, что есть инструменты для чеканки монет, которые неизвестны в натуре, вот монет таких нет, во всяком случае, пока они не обнаружены. А инструменты есть, маточники, штемпели, они у нас на выставке благополучно лежат. И в ряде случаев эти инструменты – это единственное свидетельство, что проект создания такой монеты вообще был. Но это, правда, в основном относится к довоенному периоду. С послевоенным там все немножко проще. Я сейчас не буду углубляться в историю комплектования собрания госзнака, но после войны, когда в Москве реинкарнация очередная была открыта, музей госзнака к 125-летию его, там началась работа по комплектованию. И было чеканено очень много новодельных советских монет по заказам, потому что вдруг кинулись и поняли, что советских монет-то нет, и надо что-то с этим делать. И потом уже потихоньку, в общем, материалы начали накапливаться, сохраняли эскизы, сохраняли проекты, сохраняли все те же пробные монеты, утвержденные эталонные образцы для последующей массовой чеканки. И в результате это, в общем, хранится в двух центрах – в Москве и в Санкт-Петербурге на Санкт-Петербургском монетном дворе. Там в основном инструмент, здесь в основном образцы, эскизы и тому подобные средства проектирования той или иной монеты. И если это все сложить с материалами архивными, это все получится очень интересная картина. Но это такая длительная довольно преамбула. Я не буду говорить об этом подробно, если будут вопросы, потом я могу на них ответить. Давайте пойдем по истории. Немножко я вам расскажу вообще, что такое советские монеты, когда они появились, зачем они были нужны и на основе чего они были сделаны. Как я уже сказал, в этом году 100 лет исполняется массовой чеканки советских общероссийских монет. В 1921 году летом, по-моему, в августе, я сейчас не помню, извините, точную дату, на Петроградском монетном дворе были чеканены первые советские серебряные монеты. Немного истории. В 1921 год идет гражданская война. Финансы находятся в расстроенном состоянии. До революции чеканились монеты из меди, серебра, золота, классического набора номиналов от 1,4 копейки до 15 рублей. До Первой мировой войны была возможность размена бумажных денег на золото. Денежное хозяйство находилось в стабильном состоянии. Петербургский монетный двор благополучно работал, монету чеканил. Дальше начинается Первая мировая война. И очень быстро прекращается вот этот размен бумажных денег на золото. И не только в России, кстати, во многих странах это было сделано. Как сказано в указе Николая II, до минования обстоятельств военного времени, как оказалось, на самом деле навсегда этот размен никогда больше не восстанавливался. И в результате уже к 15-16 году возник разменный кризис. Денег мелких достоинств не хватало. Монета сначала золотая, потом серебряная, потом медная уходила из оборота. Несмотря на то, что именно в эти годы в Петроградский монетный двор чеканил очень много медной и разменной серебряной монеты. Кстати, очень много ее дошло до наших дней. Экспедиция заготовления государственных бумаг – это предшественница современного госзнака, которая занималась печатью защищенных документов, в том числе денежных знаков. В эти годы усиленно делает денежные такие заменители бумажные, заменители монет, деньги марки, разменные казначейские знаки. Но где-то к 17-му году денежное обращение стало полностью бумажным. То есть монет в обиходе не было. Да, они могли использоваться, но уже как товар. Золотую Николаевскую десятку могли продать за столько-то тысяч бумажек. При этом инфляция тогда еще была не очень сильна. Есть такое предубеждение, что как началась мировая война, а потом две революции, так инфляция сразу взлетела выше этого здания. На самом деле это не так. Еще в октябре 17-го года Герберт Уэлл совершенно спокойно купил брошюру Ленина за 10 копеек. И, в общем, вполне это были деньги. Проезд трамвай мог стоить 15-20 копеек. А это потом постепенно инфляция нарастала, нарастала. А в 21-м году после объявления НЭПа она взлетела в небеса. Это действительно так. Но копейки что-то стоили. Поэтому про сменный кризис это была большая проблема в 15-м, 16-м, 17-м году. Но как бы то ни было, к 21-му году финансы были расстроены. В обращении находились бумажные денежные знаки в безумных количествах. Так называемые совзнаки, новые советские бумажные деньги, расчетные знаки, номиналом до 100 тысяч рублей. Все возможные денежные суррогаты, которые печатали все возможные белые, красные, местные власти, вплоть до управления потребительских обществ и магазинов. Это такой золотой период банистов. Потому что гражданская война – это главный огромный пузырь на теле банистики. Потому что гражданская война – это, наверное, процентов 90 коллекционирования и изучения банистики. Все остальное – это либо у нас в фондах, а значит, кроме нас это никто не видит и участник в нашей конференции. Либо какие-то, может быть, отдельные экземпляры частной коллекции, связанные именно с разработкой денежных знаков. И в результате дальше объявляется НЭП. Это вы прекрасно знаете. Десятый съезд партии. Объявляется новая экономическая политика. И стало ясно, что что-то с этой ситуацией, когда совзнак летит куда-то, понятно куда, надо делать, надо восстанавливать нормальное денежное обращение. Потому что без нормального денежного обращения восстановление экономики невозможно. И в 2021 году, после долгого подготовительного периода, в Петрограде начинают чеканиться первые советские монеты. Сразу скажу, ну, в этой аудитории, наверное, это пояснять не надо, но на всякий случай все-таки я скажу, что если на монете стоит год 1921, в этом случае, это не значит, что в 2021 году она вышла обороты. Только в 1924 году все монеты медные и серебряные, ну, серебряные и медные будут чуть потом, позже, которые накапливались и чеканились в Петрограде, были выпущены в обращение. До этого это сплошная бумага. Поэтому, ну, если положить рядом вот этот серебряный рубль 2021 года и банкноту номиналом 100 тысяч рублей, это не значит, что это банкнота, это 100 тысяч вот таких вот замечательных серебряных монет. Нет, это совершенно разные, разные даже денежные единицы, как бы говорят. Хотя год там стоит один и тот же. Монеты были разработаны, параметры их полностью соответствовали дореволюционным монетам. Это параметры технические, да, это материал серебро, 900-й проба для монет банковых, серебро 500-й для монет разменных. Стиль, конечно, поменялся, понятно, что никого Николая Второго там не было, но общая компоновка, особенно у мелких монет, она, в общем, была сохранена. Венки там такие же, как и на царских монетах. И причины этому называют основные две. Первое, чтобы доверие к деньгам населения не подрывалось, чтобы видели, что вот как было серебро до революции, так и новая, так сказать, рабочая крестьянская власть его чеканит. Второе причина это, что монетный двор уже, все мощности монетного двора, все оборудование, оно было заточено под царский стандарт. Поэтому так просто его было не поменять. Как бы то ни было, этот процесс чеканки пошел. Автором этих монет был Антон Федорович Васютинский, замечательный медалер, выдающийся, который умудрился и последние царские, и первые советские монеты сделать. И вообще такая легендарная личность, хотя очень непростая личность, но легендарная в истории монетного двора и медалерного искусства. Обратите внимание здесь на фотографию слева. Это обложка одного из номеров огонька как раз за 24-й год, где заместитель наркома финансов, будущий нарком Брюханов, как раз осматривает первые советские монеты. И вот это как раз монеты с даты 1921, хотя номер 24-го года. Монетный двор наращивал свои мощности в 21-22 год. Параллельно обращаются бумажные деньги, там проходят с ними разные тоже мероприятия. Я же не буду вот отдаваться в подробности, потом, если интересно, расскажу. В 23-м году возникает советский золотой червонец. Удивительное явление в истории советской нумизматики, который стал символом советских монет. В 1984 году его даже хотели поместить на памятный рубль, посвященный 60-летию монетной системе СССР. Тогда ничего не получилось. С этого это отдельный разговор. Но при этом его никто не видел, потому что эта монета очень редкая. И в документах есть разные очень противоречивые сведения. До сих пор историки спорят, а был ли он вообще выпущен в широкое обращение? Или все-таки не был, или он где-то хранится в кладовых, и до сих пор это не открыто. Или не хранится. И разные есть мнения. Как бы то ни было, монета была спроектирована, разработана, отчеканена с датой 1923. У нас сохранились в фондах эскизы этой монеты. Там очень интересная была история. Автором этой монеты также стал все тот же Васютинский сеятель. Тут можно развенчать одно распространенное заблуждение о том, что этот сеятель сделан по проекту скульптора Шадра. На самом деле это не так. Дело в том, что в 1911 году Васютинский выполнил проект медали Министерства государственных имуществ, где поместил вот этот замечательный сеятель практически в таком же виде. В 1922 году, когда все это делалось, он просто взял композицию и поместил то же самое изображение на золотую монету, на эскиз золотой монеты. Что касается Шадра, то Шадр в 1922, в том же году, вот здесь, намытный 17, подрядился в гузнак лепить свои знаменитые скульптуры. Красноармеец, рабочий, сеятель и крестьянин. Для бумажных денежных знаков монетный двор тогда к гузнаку не относился почти никак. В 1920 году его там пытались к гузнаку приписать, но это ничем не кончилось. И таким образом и Васютинский, и Шадр с независимым друг от друга сделали сеятеля. Сеятель Шадра появился на банкнотах, в частности на трех червонцах 1924 года, на низких облигациях. Но к золотому червонцу шадровский сеятель никого отношения не имеет. Кстати говоря, интересно, что во Франции в начале 20 века появились монеты с изображением Марианны, символа Франции, которая тоже сеет. Там тоже у нее такой некий какой-то туесок, и она тоже, значит, семена рассыпает. Причем там дотошные нумизматы посмотрели, что у нее там, я уж не помню, то ли ветер не в ту сторону дует, то ли семена куда-то не туда летят. Но неважно. Интересно, что история создания этой монеты, она фактически аналогична Шадру. Там тоже медальер готовил это как медаль, а потом поместил это на монету. Таким образом, французская сеятельница и наша отечественная червонец, они такие вот, так сказать, братья с натяжкой небольшой по разуму. Вот, это 23-й год сеятель. Значит, выпускается в обращение с датой 1923 с гербом РСФСР, соответствует золотой десятке Николаевской. Чуть раньше в обращение выпускаются бумажные червонцы. При этом оформление у них разительно отличается от оформления софт-знаков, не обеспеченных ничем. Банкнот – это такая серьезная бумага, которая пародирует английский фунт, самую стабильную валюту на тот момент в мире. И логика такая, что на червонцах, на бумажных, была надпись о том, что о начале размена их на золото будет объявлено особым правительственным актом. Червонец закрепился, его население и крестьянство, в частности, на которого как раз особо и делалась ставка, приняло, и в результате в обмене необходимости не было. И так этого размена никогда объявлено и не было. Золотые червонцы, соответственно, тоже в широкое обращение не выпускались. Это 1923 год. В том же 1923 году происходит разработка советского герба замечательного. 30 декабря 1922 года образовался Советский Союз, и начался процесс создания советской государственной символики. Я не буду говорить о гербе, это отдельная тема. Кстати говоря, все гербы у нас тоже здесь намытны, это рисунки. Это очень интересно, и многое, в отличие от остального, вот именно разработке советского герба было посвящено очень много работы советского периода в силу, так сказать, известного государственного значения этого процесса. Но о гербе я говорить не буду, скажу о монете. Естественно, с образованием Советского Союза встал вопрос о разработке союзной, общесоюзной монеты. Был объявлен конкурс среди художников, причем первоначально художникам адресно разослали приглашение в этом конкурсе поучаствовать. Там были Лансере, Чехонин, правда, Чехонин отказался, Васютинский, Грузенберг и еще несколько человек. Они должны были сделать рисунки одного рубля, одного полтинника и одного червонца. Эти материалы сохранились у нас в фондах, это то, что я вам показываю, это Гузнаковская, она на выставке у нас сейчас есть, но эскизов, судя по всему, было больше. Известное изображение, где они показаны. И в результате это все шло очень тяжело. Почему? Потому что конкурс объявило валютное управление Наркомата финансов, которому перешла вот эта вот работа по проектированию новых денег. А монетный двор привык всю жизнь делать все самостоятельно. И вот представьте себе, есть Васютинский медальер, который еще государя-императора лепил, как бы об идеологической подоплеке мы говорить не будем, но он его лепил, это серьезное дело, да? На конец 19 века. Они всегда все делали сами, у них все хорошо получалось, ну, замечательные русские медали, периоды модерна, да, монеты, ну, все на высшем уровне. И тут вдруг появляется какое-то валютное управление, которое начинает, извините за современное слово, креативить и устраивать какие-то конкурсы. Причем привлекают художников, которые никогда не имели дела с медальерной пластикой. Во всяком случае, серьезно и в больших масштабах. И это вызвало большие проблемы между ведомственных отношениями. Есть переписка в архиве, она, к счастью, сохранилась в ЦГСПБ. Переписка между валютным управлением и монетным двором. Смысл был в том, что валютное управление хотело, чтобы было красиво, а монетный двор хотел, чтобы было, с одной стороны, так, как можно сделать на медали, технологическая составляющая была соблюдена, а с другой стороны, очевидно, монетному двору очень не нравилось, что какие-то другие художники занимаются их прямым делом. И в результате, после долгих перипетий, конкурс объявили, потом его признали несостоявшимся, потом нарком Сокольников, вот справа его резолюция, утвердил там несколько эскизов, потом их переделали, монетный двор заявил свой протест. В общем, все это длилось довольно долго, и в результате появились вот эти замечательные монеты, первые монеты СССР. До этого я вам показывал монеты РСФСР 21-го года, помните? Ну, они, конечно, идеологически правильные, но они простые. Там, с одной стороны, герб, точнее, геральдическая композиция на основе герба, а с другой стороны, номинал, дата, венок, звездочка, ну, в общем, все прилично, но просто, в общем-то, по оформлению. Здесь совсем по-другому. Видим, вот это как расслед вот этой идеологической составляющей, которую педалировало вот это валютное управление. Сначала вопрос был о серебряных крупных монетах, рубль и полтинник. В общем, всем известны, наверное, советские монеты. Сделаны они по эскизам художника Грузенберга. Кстати, утвержденные эскизы этих монет неизвестны. Они где-то, либо где-то лежат, либо погибли в годы войны. Очень сильно пострадал фонд Монетного двора в годы блокады. Специалисты Монетного двора, в частности, в Осетинске, эти эскизы дорабатывали. В частности, молотобоец, знаменитый на советском полтиннике, это точная композиция медали Васетинского 1888 года «Геркулес, убивающий гидру». Вот абсолютно. Просто из гидры сделали наковальню, а из геркулеса сделаны молотобоеца. Кстати, любопытная деталь, что в ранних документах, связанных с этой историей, молотобоец называется крестьянином, выковывающим себе орудия сельскохозяйственные. Хотя уже в официальном описании 1924 года он прямо назван молотобойцем. И так, в общем, в таком очевидном, под таким очевидным именем он не дошел до наших дней. Но с рублем тоже все понятно, смычка города и деревни. Вообще, несмотря на то, что это делали по исходным эскизам Грузенберга, который не занимался медалейным искусством, это, в общем, одни из самых красивых, интересных советских монет с точки зрения их внешнего оформления. Крупные серебряные монеты благополучно чеканились с 1924 по 1927, там даты стоят годы, рубль только в 1924, полтинники до 1927. Монеты массовые, красивые, в общем, в каждом музее, в каждой частной коллекции они есть, потому что тиражи там были очень большие, нужно было быстро насытить рынок новой хорошей монетой. И, в общем, с этими монетами худо-бедно разобрались. Кстати говоря, заказ на чеканку полтинников и пятаков был размещен в Великобритании. Там довольно любопытная была история, потому что англичане по эскизам сделали свою версию полтинника, которая отличается по особенностям рельефа, некоторым особенностям оформления, рисунка герба и так далее. Их школа медальеров видела в таком, вот так оптимальный рельеф, особенности вот этой монеты. Но им было недвусмысленно заявлено, что английские полтинники не должны отличаться от ленинградских, в результате это осталось только в пробах. Известны крайне редкие вот эти пробные монеты особого оформления, а маточники и пятака, и полтинника английского хранятся в наших фондах и выставлены в нашей выставке. Видимо, они были возвращены в Ленинград после исполнения соответствующего заказа. Они там занимают почетное место. В особой витрине они лежат. Вот так эти монеты выкрутили. А где-то они отличаются? Там очень, в общем нет, там есть мельчайшие отличия в звезде, в рисунке звезды, в колосках, там такие вот, ну, несущественные. Полтинник-то он отличается разительно. А пятачок, он просто, ну, там просто надпись набита по-английски по краю инструмента, поэтому он очевидно происходит вот оттуда, из Лондона. Вот, это что касается крупных монет. С мягкими монетами интереснее. Тот же Грузенберг сделал эскиз пятака. Вот справа медный пятак. Видите, красивый большой медный классический пятак. И ему было указано сделать остальные проекты в сотрудничестве с художником Монетного двора, остальных монет на основе этого пятака. Так появились проекты вот всей этой медной линейки. Классическая советская монета. В общем, не менявшаяся до 90-х годов. Я имею в виду композиционно. С одной стороны гер, с другой стороны номинал, дата, и вокруг там некие колоски, потом будут дубовые венки, но это будет потом. Она не менялась. А дальше Грузенбергу сказали, чуть ли не из Наркомата финансов, что номиналы монет серебряных средних, разменных 10, 15, 20 копеек, надо сделать точно так же, как медные. И в результате вся эта линейка до 20 копеек включительно стала одинаковой. Ну, там были мелкие различия, я сейчас не буду об этом говорить, это уже такие, знаете, изыски. Там особенности начертания букв СССР и так далее. И это имело такое неожиданное последствие. Вообще традиционно старались не допускать сходства по размеру и по оформлению двух монет разных номиналов, которые одновременно чекаются. Так, например, в 1828 году на этом основании запороли одну из вариантов полуполтинника серебряного, потому что он по виду был похож на 5 рублей золотые и по размеру. Здесь это не учли. Известны подлинные трехкопеечные монеты, которые по размеру точно как 20 копеек, которые, видимо, пытались перерезать и сделать из них 20 копеек. Именно благодаря тому, что оформление было одинаковое. И это учли в 1861 году, когда 10, 15... Помните монеты 1861 года? Помните. Помните 10, 15, 20 копеек? Там совершенно нецеразмерные лошадиные даты. 1, 9, 6, 1. Вот, судя по всему, это как раз следствие вот этого желания не допустить единообразия оформления монет схожего размера. Но об этом я попозже скажу. Но вот такой интересный штрих, идущий из 20-х годов, он здесь имеет место быть. В 24-м году это все было выпущено в обращение. В 25-м году добавились полкопейки. Забавная такая монета, которую проектировал сам Васюкинский. Никого там уже не было. И, насколько мне известно, конкурсы не объявляли. И эти монеты начали благополучно выпускаться. Но они чеканились, как я уже сказал, по царским стандартам. А царские стандарты были приняты давно. Если говорить о медных монетах, то медный пятак – это такая мощная монетка. 33, по-моему, грамма, если я ничего не буду. Что-то около того. И эти стандарты были разработаны еще в 1867 году. Прошло более 50 лет. 50 рублей из меди. Ну, да. 50 из пуды меди чеканилось монет на 50 рублей. И стало ясно, что в целях экономии, прежде всего, и большего удобства, потому что, так сказать, идущая из древности постулат монета стоит столько, сколько она весит, уже как бы не совсем соответствует действительности. Да, уже кредитные деньги были вовсю. Стало ясно, что монеты надо уменьшать, оптимизировать, как бы сейчас сказали, чеканку и с точки зрения материала, и с точки зрения веса и размера. И в 1925 году начинается разработка нового сплава вначале для монет мелких номиналов, бывших медиков, 1, 2, 3, 5 копеек. Разрабатывается сплав. В итоге выбор был сделан в пользу алюминиевой бронзы, 95% меди, 5% алюминия. Вот это как раз тот случай, когда у нас есть следы этой работы, то, что у нас есть пробные монеты, примерно размеров, как будущие, бронзовые, но других номиналов, например, полтинники, как будущие пятачки, сделанные вот из этих разных металлов в 1925 году, пробовали, в частности, из алюминиевой бронзы. И все это было сделано благополучно, металл разработан. Разработана была как бы линейка размеров и весов. И тут впервые привязались не к старой русской системе, а к метрической. Одна копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма, 3 копейки 3 грамма. Угадайте, сколько весили? 5 копеек. Правильно, 5 копеек весили, ровно 5 граммов. И это оказалось очень удобным и, в общем, дожило до конца советского периода. Сейчас этого нет, но, так сказать, всего других исторических причин. И все бы... Ну, в общем, да. И все бы хорошо. Но валютное управление опять решило накреативить, причем по полной программе. Накреативить. Почему? Потому что они решили не только изменить размеры материала, но изменить кардинально, изменить оформление мелких монет. По мысли валютного управления, каждая монета должна была олицетворять республику советскую. Копейка – Белоруссию, 2 копейки – Украина, 3 копейки – Республики Восточная, 5 копеек – Кавказские республики. При этом размер копейки проектировался как 15 миллиметров. 15 миллиметров советская копеечка, она не менялась потом, размер не менялась. Валютное управление по традиции объявило конкурс. Разослало художникам. Потом часть сделали анонимным, второй этап. Там несколько было, судя по всему, этапов, хотя не все отражены в документах. Монетный двор насмерть бодался с валютным управлением летом 1925 года. Художников было множество. Это как художники Монетного двора, правда, без Васютинского он почему-то не участвовал, не знаю почему. Это и художники, которые уже зарекомендовали себя раньше, в частности, Грузенберг. Художник Пискарев. Вот у него такая замечательная Белоруссия, которая, видите, вот польский орел там сзади на западе, и она вот с запада прямо тянется к востоку. Потрясающие проекты, их много, у нас они есть в фондах. Правда, не все, некоторые не сохранились. Есть фотографии только потрясающие с точки зрения идеологии, с точки зрения концепции. Но сейчас об этом говорить подробно не буду, просто потому что это, ну и так, очевидно. Тут это все видно, они опубликованы и в литературе, и на Ставыске они есть. Но это такие сны Веры Павловны с точки зрения технологии, потому что, конечно, невозможно было, особенно если речь это копеечки, воспроизвести, например, вот такую сложную композицию на монетке. То есть это такой памятник именно, скорее идеологический, чем история технологии монетного производства. Это просто примеры этих проектов. Вот они здесь показаны. Это 25-й год. В 25-м году уже этот конкурс обсуждался в здании, где располагалось валютное управление. Причем это здание делил Гохран с валютным управлением. И внезапно совершенно нашлась фотография, где сотрудники Гохрана стоят в зале, и у них разложены царские драгоценности. Корона, ну, самого первого ряда драгоценностей. Фотография эта качует из книжки в книжку, она очень известна. Но самое интересное, это не в этом. То есть, конечно, для сотрудников, для людей, которые изучают драгоценности, это интересно. Но на стенах там вот эти самые эскизы. Вот в этом зале рассматривались эти проекты монет. Там проходило обсуждение конкурса, и потом там сфотографировали сотрудников Гохрана. Я не думал, когда они разбирали, где фабежи... Да-да-да. Она опубликована в книжечке советской монеты, можно просто смотреть. Вот. И там на стенах эти проекты. Причем интересно, что фотография хорошего качества, она есть как ФРД. Если увеличить, там можно найти, например, оторванные потом девизы, условные художников. А некоторые эскизы, которые там на стенах, не дошли до наших дней, их нет в наших фондах. Любопытно это. Это осень 25-го года. Но конкурс, опять-таки, признали несостоявшимся. И Васютинский поехал радостно в Москву с проектами все это обсуждать. В результате валютное управление приняло такое соломоновое решение. Оно художнику Пискареву поручило составить проекты на основе пожеланий Монетного двора. И Васютинскому с художником Монетного двора составить свои проекты. Что и было сделано. Тут нет у меня этой презентации. Я вам просто книжку дам сейчас, пущу по рядам, а вы их там посмотрите, потому что это довольно любопытно. По счастью, в архиве СГАСПБ сохранились фотокопии эскизов, которые отправил в Москву Васютинский. И можно очень хорошо понять, и то, что сделал Пискарев, что хотело валютное управление, и что мог Монетный двор. Вот верхний ряд этой эскизы, которую сделал Пискарев, а следующий ряд – это то, что мог Пискарев. Я не буду это комментировать, а сами все поднесем. В результате было решено отказаться к немалому неудовольствию идеологов из Валютного управления от идеи помещения республик на монетах и оставить монеты такими, как они были в 2024 году, но, соответственно, изменив типоразмер. После чего появились классические советские бронзовые монеты, которые благополучно чеканились до 57-го, а так до 58-го года. Правда, там менялись гербы, но это отдельный разговор. С бронзой все было в порядке. В 26-м году этот выпуск начался, и типоразмеры советских монет дальше не менялись, только менялся герб. В 35-м году с монет убрали лозунг «Пролетария всех стран соединяйтесь». Вот слева две бронзовые монеты, которые в итоге начали упускаться. Копейка и пятачок. И то копейка была довольно сложна, потому что она была маленькая, а там лозунг стоит «Пролетария всех стран соединяйтесь», и то насыщенно. Это с бронзой. С бронзой разобрались в 26-м году. Дальше надо было что-то делать с серебром. Как я уже сказал, монеты крупных номиналов рубли-полтинники выпускались рубли вообще до середины 20-х, полтинники до конца 20-х. И разменные монеты 10, 15, 20 копеек, они чеканились из неполноценного серебра, 500-й пробы, они чеканились до начала 30-х годов. Уже в конце 20-х годов была возникла мысль возродить выпуск полтинников, но не из серебра, а из никеля. Известны пробные монеты номиналом 10 и 50 копеек. Тут нет ее фотографии, у нас нет этой монеты, есть только инструмент. 50 копеек 29-го года там на переднем плане поместили. Как вы думаете, что? 1-0 в пользу знатоков. Трактор. Да, действительно. Дорогая монета. Да, у нас есть маточники, но самих монет нет. Действительно, ну согласитесь, вот в наше время кому придет в голову на монету поместить трактор. Не герб, не там какой-то государственный символ, а трактор. Ну в 20-ти... Ну в Белоруссии это там, да. Слушай, это реально монетного двора, там все такое грубо. Это абсолютно реально монетного двора, грубость чеканки, следствие того, что не успели сделать опушку. Об этом будет рассказывать моя коллега Вера Березина на нашей конференции в октябре. Ее будет доклад, посвященный как раз истории создания этих монет. Ну как бы то ни было, действительно, проект такой был, но, судя по всему, из-за нерентабельности от него отказались. А дальше, 30-й год. В 29-м году объявлены все, так сказать, новые установки партии. Да, индустриализация, коррективизация и так далее и тому подобное. Покупательная способность рубля падает. Цены растут. И в 30-м, 31-м году мы опять напарываемся на то, что у нас было в 15-м, разменный кризис. Монет нет, мелких серебряных монет нет. Борются с укрывателями мелких серебряных монет, проводятся показательные процессы с расстрелами. Я, если б не читал сам, никогда бы не поверил. В 1931 году в Гатчинском музее-заповеднике на первом плане, так сказать, на почетном месте инсталляция, как бы мы сейчас сказали, инсталляция «Поп прячет мешок монет в подвал церкви, стремясь тем самым разорить советскую денежную систему». Это цитата из путеводителя по антирелигиозной выставке Гатчинского дворца, изгнанного в 1931 году. Я не буду это комментировать, комментарии здесь излишни. Но это было действительно так. Борьбу объявили. В привычном дискурсе все укрыватели были объявлены контрреволюционерами, дела все, естественно, шли политические, да, понятно. Но как бы это одна сторона проблемы, вторая сторона, что надо было что-то с этим делать. И в 1931 году были разработаны новые монеты, которые по своим параметрам не отличались от дореволюционных серебряных, но делались не из серебра, а из мельчего. Там было, по-моему, 81% меди, 19% никеля, сплав МН-19, который потом так назывался. Кстати, сейчас из него тоже активно чеканят жетоны, медали и так далее. Монеты из других сплавов делают, неважно. И были разработаны новые монеты, вот они справа. Посмотрите, довольно любопытные. Делал их тоже в Осетинске, он автор этих монет. Конкурсы там не объявляли, учитывая плачевный опыт конкурса 23-25-го годов. Там написано в документе этот стат. С одной стороны все тот же герб. Пролетали все страны соединяются. Снизу такая черточка, довольно забавная. Черточка, потому что название государства осудински переместил на оборотную сторону. Там стоит рабочий со счетом, и вокруг написано «Союз Советских Социалистических Республик». А есть у меня такое предположение, что вот эту вот очевидную потерю внутреннего достоинства, монеты, было серебро, хоть и плохонько, а стал, извините, мельхиор, попытались вот так компенсировать усложнением оформления. Дескать, монеты у нас новые и плохонькие, но зато на них, так сказать, класс гегемона. Советский рабочий во всей своей красе. Как бы то ни было, такая вот композиция, она породила довольно любопытную особенность в практике чеканки монеты, потому что, поскольку опять размер трешки и двадцати копеечника был примерно одинаковый, очень часто на монетном дворе путали штемпели. И лицевые штемпели с гербом, например, на двадцатку ставили от трешки, а на трешку от двадцатки. И в результате это у коллекционеров называется перепутками. Это же от двух копеек ставили. Ну или, да, это более ранний период, да, соразмерные примерно монеты. И в результате появились монеты номиналом двадцать копеек, где название государства дважды, от трешки под гербом и от двадцатки вокруг, а появились монеты в три копейки, где вообще нет названия государства. Герб, а под ним черта, а на другой стороне три копейки и дата. Монеты эти начали выпускать, чеканить в тридцать первом году, обращение официально выпустили в тридцать втором, потом постепенно старые серебряные монеты были из оборота изъяты. Хотя, вот мне неизвестно, что было постановление о том, что их надо прямо задавать под угрозой там всего, чего только можно, но, судя по всему, их изъяли, что называется, банковским способом. Просто когда они попадали в государственную систему, их придерживали и отправляли, так сказать, в хранилище, в переплавку, куда-то дальше. Хотя, тем не менее, вот эти вот пресловутые попы из Гатчинского музея очень много серебряных монет такие попрятали, потому что их дошло довольно много, кладов много, этих разменных серебряных монет, они в очень хорошем состоянии. Мельхиоровые монеты начали чеканиться, параметры их сохранятся на долгие годы, рабочий этот останется, но в 1933-м, судя по всему году, судя по всему, потому что мы не знаем точную дату, можем только предполагать. Согласно воспоминаниям медалиера монетного двора Глинецкого, Сталин, увидев эти монеты, ну, видимо, он еще раньше их видел, их же, очевидно, утверждали на уровне Наркомфина, правительство. Ему не понравилось, что оборотная сторона монет перегружена, она действительно перегружена, монеты-то небольшие. И он предложил разработать новые монеты, которые были бы уже, так сказать, менее перегружены. И это было сделано. В 1933-м году там были пробные монеты сделаны, у нас есть инструменты, их очень интересные, с вдавленными цифрами номинала 10, 15, 20, причем, по, правда, неподтвержденным данным, забракованы они были, потому что гигиенистам не понравилось, что в этих цифрах будет скапливаться разная зараза. Но это данные такие, писанные они вилами по воде. Как бы то ни было, тот же Глинецкий сделал в 1900, видим, это в 1933-м году общий концепт оформления, а с 1935-го года это началась массовая чеканка этих монет, где с одной стороны, смотрите, 20 копеек сверху справа, герб, под ним такие прямоугольные буквы СССР, а на оборотной стороне восьмиугольник, номинал, 20 копеек, колосья. Искусствоведы меня поправят, по-моему, это единственное воплощение классического арт-деко в советской нумизматике. Потому что это очевидное арт-деко, такое вот, как бы, середина 30-х годов, но больше нигде, ни в каких монетах советских такого нет. потому что до этого там вот рабочие, да, а после, это уже 50-60-й год, это совершенно другая, другая, как бы, культура, да, стилистика другая и художественная культура. Вот, интересно, что планировали сделать такие монеты с вытянутыми овальными буквами СССР. У нас есть маточник, но монеты нет. Видимо, хотели сделать разные номиналы монет с разными буквами, чтобы, опять-таки, устранить вот эту возможность подделки одних монет посредством изменения других. Но, к сожалению, документов, ну, во всяком случае, не попадались подобные вещи. Но и тогда же, в том же 35-м году, с бронзовых монет убрали лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь. Что, в общем, соответствовало генеральной линии, да, про мировую революцию потихоньку забывали, 35-й год. И в результате лицевые стороны все были единообразными. Вот такими вот. И такими они оставались до конца 50-х годов. Вот снизу четыре варианта герба государственного. Первый герб на монетах 35-й и 36-й год. Затем принимается новая конституция, изменяется административно-территориальное деление. Следующий герб 37-й 46-й год. Затем внесены были изменения в государственный герб в 46-м году. Следующий герб 47-й 56-й год. И последний герб это когда Карелло-Финская ССР вошла в состав РСФСР, соответственно, количество республик уменьшилось с 16-ти до 15-ти. Это с в одном только 57-м году. Потом герб не менялся, но менялись монеты. И вот такие монеты благополучно ходили до конца 50-х, начала 60-х годов. В начале 60-х годов случилась денежная реформа и платежной силой формально обладали и потом мелкие монетки номиналом до 3-х копеек включительно. Пятаки и все, что больше, они платежную силу теряли. Вот такие монеты у нас ходили и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы, и вот до начала 60-х годов. Видите, какой интересный тут синтез. Вот монеты 5 копеек и 20 копеек, они как бы вобрали в себя все исторические периоды российской нумизматики. У 20-ки диаметр толщина идет от серебряных монет Российской империи 19-го, а то и конца 18-го века. Оформление, соответственно, советское. У пятачка оформление идет от начала 20-х, от 24-го года, от середины. Параметры идут от середины 20-х, тоже это метрическая система мер. И, кстати говоря, размеры 10-ти копеечной монеты он не менялся с 19-го века и, по-моему, даже современная российская 10-ти копеечная монета, она по размеру чуть бы не такая, как все вот эти старые гривенники. Надо ради интереса проверить. То есть тут как бы все смешалось. Это вот 30-е, 40-е, 50-е годы. Два слова про то, что было с монетным производством в годы войны. До войны единственным, если не считать привлечение Великобритании и телефонного завода Красная Заря, который в 20-е годы помогал чеканке медных монет, предприятием, которое выпускало монету, оставался Ленинградский монетный двор, который располагался там в 100 метрах от нашего музея, Петропавловской крепости, и там благополучно сейчас и располагается, будучи Санкт-Петербургским монетным двором филиалом Гузнак. Как только началась война, уже через, по-моему, месяц, где-то, нет, через два месяца в августе, Ленинградский монетный двор вошел в состав Гузнака, где он сейчас и пребывает. До этого он не входил в состав Гузнака. Кстати говоря, поэтому это породило довольно странный парадокс в Гузнаковской внутрикорпоративной культуре исторической, потому что 200-летие Гузнака отмечалось в 2018 году, потому что Гузнак ведет свою родословную от экспедиции заготовления государственных бумаг, которая делала бумагу. Но старейшее предприятие Гузнака, при этом Санкт-Петербургский монетный двор основан в 1724 году. Такой вот забавный хронологический парадокс. Но я думаю, что 300-летие монетного двора тоже будет отмечено должным образом, тем более, что оно не загорало. Но не в этом дело. Началась война, монетный двор вошел в состав Гузнака. Еще в 37-м году в Краснокамске, это недалеко от Перми, современной Перми, тогда Молотова, была основана бумажная фабрика Гузнака Краснокамская, и там, территориальная, базопроизводственная, и туда эвакуировали и московскую фабрику, правда, не всю часть эвакуировали в Ташкент, печатную фабрику, я имею в виду, и ленинградский монетный двор. В Краснокамске монеты чеканились с 1942 по 1946 год, потом их вернули обратно в Ленинград окончательно. Хотя некоторое время в Ленинграде и в Краснокамске велась чеканка монеты. И, соответственно, в 1942 году, в конце 1942 года наладили чеканку монет, чеканились монеты 10, 15, 20 копеек. Они, кстати, довольно редкие. В 1943 году чеканились все номиналы монет, в 1944 тоже только отдельные, в 1945 все. Интересно, что за годы войны, в отличие от многих и многих других воюющих стран, ни дизайн, ни, главное, материал, из которого монеты делались, в Советском Союзе не менялся. Их как делали из мельхиора и бронзы, так и продолжали делать и во время войны, и после него. А если мы возьмем, например, фашистскую Германию, в которой в 1939 году делались серебряные марки, а уже в 1940 цинковые, даже не медные, цинковые пфенинги, которые в уксус положить, от них ничего не останется. Или Финляндию, в которой до войны делались марки из сплава медно-никелевого, потом стали делаться из меди, а после войны из железа. При этом оформление монет не менялось. Можно положить в ряд три одинаковых монеты. Одна сделана из медно-никелевого сплава, вторая из меди, другая из железа, третья из железа. У нас ничего такого не было. Но правда, у нас с серебряными монетами, если можно так выразиться, и расправились раньше, еще в 20-е. Поэтому вопрос об исчезновении серебра у нас не стоял. Если бы в Советском Союзе серебро дожило до 1941 года, оно бы тут же было прекращено производство. Это очевидно. Кстати говоря, еще один забавный штрих. В 1941 году, перед самой войной, почти было наладили производство полтинников. Монет номинал 50 копеек. Есть, в отличие от многих других пробных монет этого периода, есть сами монеты. Они есть в Кремле и в Центробанке. А у нас есть инструменты этих монет. Но из-за войны их не удалось внедрить в обороты. Самой крупной монетой осталось 20 копеек. Полтинники и рубли ушли в прошлые серебряные 20-е годы. Альтернативы им так и не было. В 1947 год денежная реформа. 15 декабря 1947 года советские газеты вышли с сообщением о том, что происходит денежная реформа. Готовилась реформа сильно заранее. Сильно. В 1942 году, даже не в 1945, в 1942 было Гознаку дано задание срочно разработать новые банкноты. В течение 1942, 3, 4, 5 годов концепция реформы постоянно менялась. Сильно менялась. Там привлекались разные экономисты. Вначале ее хотели провести во время войны. Потом они поняли, что во время войны ее не провести. Надо проводить ее после войны. Планировали сохранить дуализм денежной системе, оставив и червонцы, и рубли. Червонцы 10 рублей, соответственно, для обывателя это никого значения не имело, но с точки зрения официальных эмитентов это имело значение, потому что червонцы имитировались Госбанком, а казначейские билеты наркомфитом, номиналом в рублях. И есть у нас и эскизы, и оттиски, и проекты в книжке, которую я принес для библиотеки, библиотеки Института всеобщей истории, там это все расписано, можете потом посмотреть, если еще вдруг не видели денег, которых не было. Там это все есть. Но это что касается банкнот. И действительно, в день реформы было объявлено о том, что банкноты старые через неделю прекращают свое хождение. Все. Все старые банкноты хождение прекратили. Вместо этого в результате гигантской по масштабу и секретности и важности операции было выпущено в обращении огромное количество купюр образца 1947 года. Номиналом от одного до 100 рублей. Билетов Госбанка и казначейских билетов бумажных. Но монеты при этом по условиям реформы оставались те же. То есть старыми монетами можно было расплатиться совершенно спокойно и после 1947 года. Но если вы возьмете кучу советской мелочи 40-х годов, то вы там не найдете ни одной монеты с датой 1947. А найдете вы ее только у нас в фондах и еще в нескольких частных коллекциях. Почему? Разные есть версии на этот счет. Некоторые считают, что на монетном дворе скопилось слишком много инструмента с предыдущей датой 1946 года и решили просто не брать, не использовать даты 1947 года. На мой взгляд наиболее правдоподобная версия следующая. Смотрите. Были быстро заменены все банкноты. На новых банкнотах стоит дата 1-9-4-7. И во всех документах они называются как банкноты, ну там неважно билеты, казначейские, образца 1947 года. Теперь представьте, монеты не меняют. И в обороте появляется монета с датой 1947. это моментально породило бы сразу как минимум слухи, потому что люди бы не сразу поняли, что вообще монеты не меняют, что они ходят. Возможно, мы опасались спекуляций. Совершенно спокойно могли в каком-нибудь колхозе какой-нибудь старушке как бы внушить, что вот новая монета с датой 1947, она ходит, вот посмотрите постановление, а все старые монеты нет, давайте там мы вам дадим новый патачок, а вы нам за это 10 старых патачков условно говоря. Вот на мой взгляд это наиболее логичная причина того, почему ни одной монеты с датой 1, 9, 4, 7 в обороте нет, а есть 46, 48 и так далее, чтобы не путали монеты 1947 года и купюры 1947 года, у которых был совершенно разный статус с точки зрения денежной реформы. В 48 году чеканка пошла. Кстати говоря, большинство вот этих монет 1947 года чудом сохранившихся, у них на обороте припаянные ушки. Зачем? Видимо, для того, чтобы их прикреплять на картонке как образцы, потому что с этого года еще и герб новый пошел. Во всяком случае, у нас есть совершенно аналогичные боны треста артикуголь 46 года с такими же дужками, которые приделаны на картонке, ну как пуговички, они туда вставлены, а наоборот через все монеты пропущена веревка и опечатана. Видимо, в 47-м год также планировали просто как монеты с новым гербом пустить в обращение и, соответственно, какое-то количество образцов оставить на хранение. Как делалось всегда, когда менялся тип монеты. Рассказ о 47-м годе будет неполным, если я не скажу о монетах нового образца, которые тоже разрабатывались под денежную реформу. Видимо, в какой-то момент концепция реформы сделала очередной виток. И запланировали заменить не только банкноты, но и монеты. И в 46-м году художникам Госдака был разрешен заказ на изготовление эскизов новых монет. Их много. Я вам, здесь показано только три. Слева два московских эскиза. Московские художники примерно с того же времени привыкли делать проекты на черном фоне. Для того, чтобы потом их удобно было переснимать, фотографировать и делать на планшетах. Если интересно, могу два слова сказать о том, зачем и как это делать. Интересно? Интересно. Смотрите, монеты советские, они очень довольно простые. Вот если вы положите 10, 15, 20 копеек, они будут у вас отличаться только размером и цифрами номинала. А все остальное будет точно такое же. Художник, в данном случае вот Иван Иванович Дубасов, например, легендарный художник, берет бумагу, рисует на ней эскиз монеты, скажем, 20 копеек. После чего в дело подключается фотограф у знака, который это фотографирует и распечатывает в размере 15 копеек. После чего Дубасов прямо на эскизе поверх дорисовывает вместо цифры 20 цифру 15. Если присмотреться, вы здесь как раз это увидите. С десяткой то же самое. В результате художнику не надо прорисовывать каждый эскиз полностью, ему достаточно изменить цифры. Все. А дальше это наклеивается на мурагу, фотографируется и получается готовый планшет с эскизами всей линейки монет. Очень удобно и практично. Справа эскиз художника в центре. Это эскиз художника ленинградского монетного двора Соколова. Почему-то ленинградцы такую черную привычку не учли. Что, кстати, хорошо, потому что сейчас мы можем отличить в лед эскиз московского художника, не в частности Гознака, который тогда же организовался, от ленинградского. Кстати, Соколов здесь сделал ошибку. Если его присмотритесь, вы увидите какую. У него на гербе не 8,7 лент, как надо, а 8,8. Ну, не знаю, что он там учитывал, но тем не менее, забавно. Герб только что появился. Кстати говоря, на другом эскизе того же времени Дубасов вместо СССР на лицевой стороне монеты написал ССССР. И ничего, на оттисках просто исправили С на Р и все. Но, несмотря на то, что эти проекты велись, и некоторые потом, например, вот эти 15 копеек, этот эскиз с Кремлевской башней потом лег в основу рекламных жетонов ленинградского монетного двора, несмотря на это, в итоге от переменной монеты было решено отказаться, и эти эскизы благополучно осели на мытной улице. А дальше наступают 50-е годы. Начало 50-х годов стало ясно, что советские монеты, они уже, в общем, подустарели и с точки зрения оформления сталинский ампир, помпезно. Помните советские банкноты с 47-го года? Торжество ампира, красивые, роскошные композиции с видами, с панорамным видом Кремля, с Лениным, с дубовыми ветвями, с чего там только нет. И этому соответствуют эти старенькие монетки, которые идут еще от 20-х, 30-х годов. Я не берусь судить, что именно вот это устаревание было причиной, может быть, там были и другие причины, я не знаком с этими документами. Очевидно, была также и далеко вперед двинулась разработка новых сплавов монетных, да, и тоже. Но в начале 50-х годов, а именно в 1952 году художники выполнили эскизы будущих советских монет. Их много. Все я вам тут показывать не буду, только вот примеры, да. Это вот две линеечки. В 1953 году на основе этих проектов сделали пробные монеты. У нас нет монет, есть инструменты. А слева эскиз, он потому такой большой, что именно он, во всяком случае других эскизов нет, они неизвестны, лег в основу монет, которые чеканились потом. В будущем, в 61-м году и далее. Венок, крупный номинал, маленькая дата внизу. Автор этого эскиза художник не его знака Павел Михайлович Чернышов. Любопытный персонаж, график, довольно известный. В отличие от многих других госзнаковских художников, Чернышов сделал себе имя за пределами госзнака. Работал он с 49-го в 56-й год. В 56-м году из госзнака ушел. Видимо, ему надоело рисовать не то, что хочется, а то, что требуется, потому что художники все были в очень жестких рамках. У них были очень, как бы, руки у них были связаны. И он сделал, в общем, состоялся как художник график. У него очень много есть разных произведений на тему войны, революции, конфронтовик был, но факт остается фактом. Вот это его эскиз, и, видимо, он как раз автор. В смысле? С датой 52-го? Нет. А, не успели, они все с 53-м годом пошли, это конец 52-го года. Нет, это на конверте с этими проектами написано для обсуждения в Совете Министров, по-моему, ноябрь 52-го года. На некоторых эскизах стоит дата 53, но дата на эскизах это отдельная большая источниковедческая тема, потому что там были случаи, когда дату ставили авансом на будущее. Вот знали, что монета пойдет в 53-м году. На дворе 52-й, они рисуют монету с датой 53. А были случаи, когда наоборот рисовали старую дату. Правда, это больше относится к банкнотам, когда, например, добавляется новый номинал к банкноте образца там какого-то года через несколько лет и ставят старую дату образца этого года. Это отдельный разговор, я сейчас не буду этого касаться, это такое уже как бы источниковедение изобразительных памятств. Но такие прецеденты были. Вот, делаются пробные монеты, вот у нас сохранились их инструменты. Почему-то в 53-м году до массового чеканки не дошло, не знаю, почему врать не буду. А дальше подоспевает 55-й год. 55-й год, это, ну, собственно, начало Хрущевского управления, это время большой широкой автоматизации. Появляются автоматы. И среди них автоматы торговые, которые предполагают, что человек будет кидать монетку и получать за это что-нибудь. Вопрос. Самая крупная монета 20 копеек. О полтинниках и рублях давно забыли. Ничего больше в обращении нет. Маленькая банкнота самая рубль, а монета 20 копеек самая большая. Стоят они уже по 70-е годы не то, чтобы так и много. Инфляция все-таки была, хотя она, конечно, официально не признавалась. И получается, что для того, чтобы торговые автоматы могли нормально работать, нужны были принципиально другие новые монеты, более крупных номиналов и более удобные с точки зрения именно технической составляющей при использовании в этих торговых автоматах. И в 55-м году появляются эскизы, но их у меня тут нет, они у нас на выставке выставлены, монет номиналом 5 рублей. Учитывая, что практика была делать один эскиз на несколько монет, видимо, там 5 рублей просто взяли как самый крупный и самый большой. Отрисовать было проще самую крупную монету, а не делались всегда один к одному в этих случаях. И в 56-м году появляются пробные монеты номиналом до 5 рублей, от 10 копеек до 5 рублей. В НИИ госзнака отрабатывают сплавы. Там предполагалось, что основой для распознавания монет этими торговыми автоматами будет их электрическое сопротивление. Поэтому там кучу перепробовали сплавов, материалов, есть в частных коллекциях там маркировки этих сплавов от свинца до алюминия, там чего там только нет. Это примеры из наших фондов сверху, соответственно, инструменты. Интересно, что, видимо, планировали не только по весу сделать монеты, но и линейку, где каждый следующий номинал будет больше предыдущего на фиксированный размер. Поэтому интересно, что есть не только увеличенные монеты, вот алюминиевые снизу, они большие, номиналом там рубль 2-5, но и инструменты для уменьшенных монет номиналом 5, 3 и 2 копеечки. Вот вроде обычный советский пятачок, а диаметр у него не 25, как надо, а 21. Монет нет, инструменты есть на выставке. Это 1956 год. Все это делается. В 1957 году и параллельно чеканится активно очень большими тюржами старые нормальные человеческие монеты. И в 1958 году наконец дошли до официального утверждения вот этих новых монет. Вот перед вами два планшета, тоже у нас выставлены. Это нижние части, такие коробочки, крышки просто не показали для экономии места. Дата 1958. Выбран сплав, выбран размер. Забегая вперед, скажу, что он потом будет принят в 1961 году. И монеты эти утвердили, утвердил Арсений Григорьевич Зверев. И началась их массовая чеканка на Ленинградском монетном дворе с датой 1958. И быть бы им новыми советскими монетами, которые в частности приспособлены под использование для торговых автоматов и которые по покупательной способности соответствовали старым. Но нет. В конце 1958 года Никита Сергеевич Хрущев на закрытом заседании ЦК предлагает провести денежную реформу, уменьшить масштаб цен в 10 раз. И в итоге в 1961 году, как вам хорошо известно, эта реформа таки будет проведена. И чеканка монет с датой 1958 была остановлена. Старые монеты старого образца чеканились до 1959, по-моему, года со старой датой 1957. Это последний их год. А в 1961 году, уже когда реформа начнется, монеты будут такие же по параметрам, но с датой 1961. Монеты с датой 1958 так и переплавили. Их в обращении не выпускали, хотя бы в силу того, что их отчеканили очень много и чуть ли не разослали в Госбанке. Их дошло довольно много до коллекционеров. Вопрос. А почему эти монеты нельзя было просто выпустить в оборот в 1961 году с более старой датой, как сделали в 2024 году, когда в обороте появились монеты с датой 21, 22, 23? Вопрос хороший. Опять-таки, есть много версий. На мой взгляд, правильная версия следующая. Хрущевская реформа 1961 года демонстративно дистанцировалась от практики 1947. Ну, собственно, Хрущев, как известно, во всем дистанцировался от практики сталинского времени. И здесь не исключение. Эта реформа официально называлась не денежной реформой, а изменением масштаба цен. Причем сохранились документы, где просто предписано ее не называть денежной реформой, дабы не было негативных воспоминаний о реформе 1947 года. Раз. Эта реформа была объявлена в 1960 году. В мае вышли газеты, где было написано, что с 1 января следующего года будут новые деньги. Кристаллине в 1947 году объявили день в день, на обмен отводили неделю. Два. То есть, таким образом, было понятно, что хотели дистанцироваться вот от этой практики. Теперь представьте себе, в мае 1960 года заселение Советского Союза узнает из газет о том, что через там почти без малого год у нас будут новые деньги. При этом выпускается пропагандистская литература, снимаются агитационные фильмы, то есть о реформе рассказывают, рассказывают везде и всюду. В постановлении написано начать разработку реформы. В 1961 году она проходит. Теперь представьте себе, что в 1961 году реформа бы прошла, а в обороте появились монеты с даты 1958. И никого бы не волновало, что они делались вообще не под реформу и с другими целями. И это моментально бы прородило сразу ассоциации, что вот как представление, нам о реформе сказали в 1960 году, что мы ее начинаем делать, а на самом деле вы там опять чего-то делали у себя под ковром и монеты выпустили еще в 1958 году. Вот на мой взгляд, именно поэтому монеты 1958 года, несмотря на то, что их переплавка выливалась в огромную сумму и не были выпущены наоборот через несколько лет. Тем более, что известно, что в Эрмитаже писали коллекционеры, которые находили эти монеты, и Эрмитажникам, в частности, Ивану Георгиевичу Спасскому, было настоятельно рекомендовано из первого отдела ничего не говорить об этих монетах и заявить, что это просто ошибка. Ну, какой-то терминологический враг. Вот на мой взгляд, проблема из 1947-1948 года, она вот в этой, она политическая. Сейчас скажу про 5 рублей. Согласно постановлению, масштаб цен изменялся в 10 раз. То есть, старая копейка, старые 10 копеек были равны новой копейке. Соответственно, старые 10 рублей были равны новую рублю. В этих условиях выпускать монеты номиналом 2, 3 и 5 рублей было бессмысленно с точки зрения защиты. Это были бы слишком большие деньги, и монеты бы тут же начали подделывать. Монеты имеют, естественно, определенный предел защиты. Банкнота лучше защищена, чем монета. Ибо в этих же условиях решили пойти в другую сторону и сделать пробные монетки номиналом полкопейки. Потому что это старый пятачок. У нас тут не показаны они, но они есть, они известные, и это, наверное, наиболее известная советская пробная монета. Еще Марат Максимович Глэйзер еще, по-моему, в 70-каком-то лохматом году такие опубликовал эти полкопейки. Там есть статья в советском коллекционере. Дай бог ему здоровья. Вот. И, собственно, эта подготовка идет. В итоге были взяты все параметры монет 58-го года. О том, что на 10, 15, 20 копейках увеличили несоразмерно цифры даты, я уже сказал. Вот они здесь показаны. И в оборот были выпущены благополучные монеты образца 61-го года, которые находились в обращении до 93-го, когда их окончательно обменяли на монеты Российской Федерации. До 91-го они чекалились. Слева обложка журнала «Огонек» последнего перед 1961-м годом. Очень такое условное изображение здания Ленинградского монетного двора, но очевидно, чтобы вражеские, так сказать, не другие не поняли, где это находится. То есть оно как бы и похоже, и не похоже. И вот за мной шагом марш идут новые монетки. 61-й год. Все они хорошо запомнились. Да, вот они пробные. Смотрите, вот пробная половинка 61-го года. Обратите внимание, что она по стилистике совершенно не соответствует всем остальным монетам, потому что вот это все проектировалось в 50-е. Тут еще есть такой налет сталинского ампира, да. Здесь абсолютный функционализм в 60-е годы. Ничего лишнего, все очень просто, окрублено. Есть эскизы, правда, не этих монет, а других того же времени. Почему это довольно любопытно с точки зрения истории и стилистики монетной. Монеты в обращении выпускаются, все хорошо. По какой-то причине, я не знаю, по какой врать не буду, на рублях и 50-копеечных монетах на гурте ничего нет. Он гладкий. На остальных там обычная стандартная рубочная насечка. И поскольку новый рубль стал стоить как старые 10, эти монеты начали подделывать. У нас есть в фондах подделки 61-го года рублей полтинников. И в результате было принято решение усложнить оформление полтинников и рублей, что вызвало к жизни несколько десятков пробных монет 62-го и 63-го года с разными изображениями. Вот они здесь показаны, и гораздо больше они у нас есть в фондах. И на выставке они тоже все выставлены. На гуртмонетах... Монетный двор на эти монеты впервые поместил надпись на гурте монеты. Но до этого последние монеты с надписью на гурте это советские полтинники 20-х годов. То есть опыта-то не было. Опыт нарабатывали. И даже додумались для того, чтобы сделать выпуклую надпись на гурте. У одной из этих монет она у нас выставлена на выставке. Чего вообще Монетный двор не делал. У нас с начала 19-го как появилось распечатанное кольцо. Эти монеты не были выпущены. В итоге монеты 1961-го года были свезены, сплавлены. И монеты 1964-го года пошли такие же по оформлению, но на гурте была надпись. 1 рубль 1964. Это все никуда не пошло, но это стало предтечей советских памятных монет, которые появились в 1965-м году. И первые вот эти вот наработки 1962-го они в общем в какой-то степени были учтены при создании памятных монет. Но памятных монет я скажу чуть позднее. После этого никаких свидетельств о разработке советских разменных непамятных монет нового образца до конца 1980-х годов в собрании госзнака отсутствуют. Не сохранились они. А вот в 1989-м году естественно в силу инфляции процесс возобновляется с новой силой. И появляются эскизы монет номиналом 2 и 3 рубля. Вот тут стоит 1990-й год, но они сделаны авансом в 1989-м году. А в 1991-м году уже понятно, что чеканка монет по старым нормам не рентабельна, потому что покупательная способность их стремительно падает. И появляются все возможные проекты. Мой любимый проект слева снизу, потому что рок изобилия в 1991-м году это сильно. Появляется текст Государственной банк банк СССР. В итоге выбор был сделан в пользу здания Верховного Совета. Вот справа. Эти монеты среди коллекционеров называются монетами ГКЧП, хотя ГКЧП не имеют никакого отношения. Утверждены они были в самом конце 1991-го года. Это первая массовая разменная российская советская биметаллическая монета из двух металлов. И они стали фактически такой предтечей первых монет уже Российской Федерации. Но получается, что последние советские монеты вот эти. Хотя интересно, что монетный двор от Чиканга какое-то количество успел в 10-рублевых с датой 1992-го. Хотя в 92-м году уже формально не существовало того государства, которое на них обозначено. Они, кстати, довольно редкие. Там очень небольшая была Чиканга. Ну, сколько стоит такая десяточка? 10 тысяч. А обычная десятка 10 рублей. Не, но я не говорю не про редкие рангопробных монет, а про редкие в принципе среднестезической копилки, которая стоит у вас на шкафу в бабушкиной квартире, вы вряд ли встретите такую монетку. Вот. Рассказ о советских монетах будет неполным, если я не скажу о памятных монетах. И тут, так сказать, собрание Гознака не имеет себе равных, потому что у нас есть все материалы, это и проекты, это и сами монеты. Первая советская памятная монета, это рубль 1965 года, посвященный 20-летию Победы. У нас нет ее эскизов, но есть пробные варианты. Интересно, что здесь, поскольку отрабатывали, вообще не было опыта чеканки памятных монет в СССР, поэтому отрабатывали и металл, и размер, и оформление. Потом, когда уже устаканятся все все эти параметры, будут вырабатывать только оформления. Было два варианта оформления лицевой, два варианта оборотной стороны. Очень забавный вариант, деление летит над голова, летит над его, так сказать, местом резиденции, что, так сказать, довольно любопытно, хотя даже дошло до чеканки пробной монеты. Но утвердили правый вариант оборотной стороны, но лицевая была другая, я уж не буду их все показывать, знаковая такая монета, массовым тиражом от чеканина. Интересно, что памятные рубли все-таки выбрали диаметром побольше, чем тиражные. Тиражные 27 миллиметров, памятные 31, по-моему, если я ничего не путаю. Дальше 67-й год, следующий юбилей. Очень интересный конкурс, там есть по этому поводу этого конкурса статья в журнале «Золотой червонец» этого года, там все расписано, потому что у нас исчерпывающий материал, у нас все эскизы, все документы и даже написано, кто сколько денег получил с художников за эти проекты. Я два слова об этом скажу, если вы не устали еще. Не устали? Устали? Не устали. Потому что это любопытно, как это делалось. В 65-й год среди художников в «Знака» объявляется закрытый конкурс на разработку рубля, посвященного юбилею революции. 65-й год. А по условиям конкурса художники должны были нарисовать замечательный рубль и написать, не подписываться своим подлинным именем или фамилией, а написать условный девиз. Причем этот девиз мог быть любое слово или любой рисунок. Сидит художник, нарисовал он монетку, написал девиз, нарисовал, ну, скажем, не знаю там, красный треугольник. Запросто. Есть такие эскизы. А рядом взял бумажечку и написал на ней красный треугольник художник Сидоров. Эскиз запаковал в один конверт, отправил в год знак. Бумажечку запакал в второй конверт, отправил в год знак. Таким образом, эскизы были анонимными. То есть нельзя было, ну, тут не было элемента какой-то, ну, да, то есть более беспристрастной была бы оценка. Хотя у нас эти конверты все есть, и там, в общем, понятно, кто есть, кто, во-первых, по почерку, во-вторых, потому что одни конверты присылали с московской фабрики, им там закупили одни конверты, там, грубо говоря, с цветочком. Там с монетного два раза купили другие конверты, там еще как-то. Ну, а про черный фон вокруг эскизов москвичей я уже сказал. Вот. И после этого на основе этих эскизов доставила конкурсная комиссия, и они выбрали эскизы, которые впоследствии доводили до ума. И только в конце 66-го года, когда уже были утверждены даже не эскизы, а сами монеты для массовой чеканки, только тогда конверты были вскрыты, и художники получили деньги там от 30 до 300 рублей за проект отдавался. Интересно, что даже если первоначальный конкурсный эскиз дорабатывался, и если даже сильно дорабатывался другим художникам, премию все равно получал тот, кто изначально предложил эту идею. А там они очень сильно доработаны, если обратиться к документам. Есть проданные монеты, вот несколько вариантов, вот снизу два варианта. При этом тут решили не ограничиваться рублем, а добавить еще номинал 10, 15, 20, 50 копеек, причем не сразу, это вот в 66 году, видимо, возникла уже в процессе работы такая идея. И монеты эти вышли в обращение, они, в общем, довольно известны, тиражи там были бешеные, по-моему, до 50 миллионов, если я ничего не путаю у каждого номинала. Интересно, что, видимо, для подарков высокопоставленным лицам отчеканили несколько комплектов таких монет из серебра. Они у нас лежат на выставке, все пять комплектов в госзнаке, больше их нигде нет. Но, судя по всему, эта идея не нашла поддержки, они выглядят как обычные нормальные монеты, но серебряные. Такой вот, такой вот изыск. Ну, судя по тому, что об этом до сих пор неизвестно, видимо, нет. Во всяком случае, вот все пять комплектов у нас, причем они запаяны вот в эти упаковочки наборные, такие пластиковые, да, по счастью, для экспозиционных целей когда-то давным-давно один комплект достались из пластиковых упаковок, поэтому мы имеем возможность их показать как в упаковке, так и без. Красивые монеты сразу по-другому смотрятся, потому что такой благородный цвет серебра, хорошие 900-е проба серебро. Это 67-й год. Ну, у нас есть только поступления. Может быть, есть в фондах ЛМД, ФСГА, СПБ, но, так сказать, возможности... У нас в госзнаки нет, у нас есть даже эскизы, эскизы есть, но они хранятся в частных коллекциях, происходит это из архивов художников. Нет. Но, видимо, что-то подобное было. Но вот в 67-м там просто все расписано, там все условия, все вот, ну, полная картина вырисовывается. Здесь такого нет. Но, судя по всему, здесь иконкурс был меньше, потому что, ну, не в таком масштабе это делалось, потому что известны всего вот два варианта. И интересно, что в процессе работы, поскольку, повторюсь, еще тогда не знали, о какой быть советской памятной монете, в принципе, взяли кружки рублей, чистые, вот, пустые, пустые кружочки, и наклеили на них уменьшенные фотографии эскизов, чтобы посмотреть, как будет выглядеть рубль, уменьшенный вот до такого размера. Они у нас вот есть, есть этой монеты, тоже они у нас выставлены. Такой забавный, а в 67-м году, поскольку параметры уже были разработаны, там уже нет экспериментов с металлом, ну, серебро, это отдельный разговор, это уже потом, и с размером, там все уже как было сделано, вот так и сделано. Следующий большой юбилей, это столетие Ленина, которое отмечалось в апреле 70-го года. А тут решили пойти в другую сторону, тут решили сделать не маленькие монетки в копейках, а наоборот, большие в рублях, и сделали золотые монеты номиналом 10-20, 5-50 и 100 рублей пробные. Известно два полных комплекта, несколько отдельных, медные оттиски, было два варианта головы Ленина, одна смотрит в одну сторону, другая в другую. Это все на выставке у нас тоже есть, красивые комплекты, но по каким-то причинам это не было сделано, и в результате к сестолетию Ленина в обороте появился только один единственный рубль, зато безумным стомиллионным тиражом. Это самая массовая советская, пожалуй, памятная монета, ушедшая в народ, в анекдоты, у меня не мавзолей, у меня не залежишься, мертвая голова, лысовичок, как ее только не называли, по-всякому. Вот, елки зеленые, юбилейный рубль лежал, когда артиста, играющего Ленина, увидели на Красной площади. Много их было, монета ушла в народ, очевидно. И сейчас дошло огромное количество этих ленинских рублей до наших дней. Пруф, да, но это уже изыски. Я говорю про, так сказать, народную версию этой монеты. Да, 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 была юбилейная медаль, в чем в нескольких вариантах. Да, это такой классический барельеф Ильича. Вот, я не буду по каждой памятной монете. Это самые первые я рассказал, да. Скажу только про вехи определенные. Ну, главная такая веха в Чеканке памятной советской, это, конечно, олимпийская программа. 1975 год. Стало ясно, что игры пройдут в Москве, и тут же Монетный двор готовится к обширной программе памятных монет, потому что вот до этого, ну, смотрите, 65-й, да, 20 лет победы, 67-й, 50 лет советской власти. Там 70-й столет Ленина, в 75-м году сделали 30 лет победы. Все, больше никакого опыта у памятной советской наиболее не было. И тут вдруг, в период 77-го по 80-й год выпускают 45 видов памятных олимпийских монет, посвященных эмблеме олимпиаде, олимпиаде, городам, где проходили игры, видам спорта, в золоте, серебре, платине, ну, именно никелевые рубли. При том, что паладея не было в олимпиаде, он пошел в 88-м году, продвинуться нет. А это уже, так сказать, более позднее время. При этом качество их, в общем, соответствовало европейским стандартам ПРУФа. Это было сертифицировано. И золотой чеканки монет не было со времен серителей. Серебряной чеканки не было, ну, были заказы иностранные, но в советской практике с 20-х, а платиновой чеканки не было аж с середины 19-го века, 45-го. После того, как была вот эта вот известная всем чеканка Российской империи платиновых монет. То есть сотрудники Гознака проделали колоссальную работу. И у нас есть следы этой работы. Это более 200 эскизов олимпийских монет и более 40, более почти 50 видов пробных олимпийских монет, которые все выставлены у нас на выставке, из которых публиковалось, дай бог, 5-6. Чего там только нет. Там есть панорамный вид Кремля. Причем различается на одном есть сверху облачка, на другом нет. Есть всевозможные эмблемы, виды спорта, конный спорт, отрабатывали технологию. Это все есть только у нас. В всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы еще где-то эти олимпийские пробные монеты были. Они у нас выставлены. Я надеюсь, что в «Золотом червонце» выйдет статья про эти монеты. Вот в книжечке они тоже есть. И, соответственно, на выставке. Любопытные там есть вещи, и, конечно, это довольно интересно. Вначале, как это готовили, вот кухня, 1975 год. Взяли штемпели вот этих пробных золотых монет к столетию Ленина. Правда, другой вариант, где Ленин в другую сторону смотрит. И сделали макеты будущего олимпийского рубля в размер металл, пятерочки в размер металл, десятки, сотни, макеты. Там, с одной стороны, просто герб, с другой стороны портрет Ленина. Они были опубликованы, кстати, это вот одни из немногих пробных монет олимпийских опубликованных. Опубликованы в 2008 году в юбилейной книжке, посвященной 190-летию Гознака. Причем, один досужий исследователь из Питера тут же начал говорить, что эти монеты на самом деле не олимпийские, а сделаны к столетию Ленина, а сотрудники Гознака все перепутали. При этом на гурте этих монет надпись Олимпиада 80. Что как бы... Нет, нет, ни одного эскиза. Монеты Олимпийской с Мишкой, нет. Более того, они очень все четко эти пробы датироваются, потому что появилась эмблема в 1976 году, тут же на пробных монетах всех она появляется. Поскольку монеты делались в сотрудничестве с Олимпийским комитетом, там, очевидно, было требование поместить эту эмблему. А 1975 год, первый, там еще ничего нет. Но это отдельный... Просто это трудно рассказывать без картинок, это вот просто там все очень хорошо выстраивается. По аналогии довольно любопытные эскизы тоже, не те самые забавные с таким политическим душком эскиз, где один из последних 79-го года, где факел передают рука с надписью Москва-80 руке с надписью Лос-Анджелес-1984. Это следующие игры. При этом, как известно, Москву бойкотировали западные страны, а Лос-Анджелес, как будет выясниться впоследствии, бойкотирует социалистические страны. И будет такая монета появилась в обращении, мне кажется, если какое-то время она бы стала политически что-то на уровне с константиновским рублем, потому что, ну, крайне забавно, но этот эскиз не утвердили, он остался только в проекте. В 70-е и 80-е годы было великое множество монет, скажу только о двух из них, потому что они не были выпущены вообще ни в каком виде. Это рубль, посвященный году ребенка, 79-й год, и рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Здесь нет картинок рубля-год ребенка, он есть в книжечке. Любопытная довольно монетка, там дети такие, очень страшно изображены. Вот на эскизах, ну, если вам верить мне на слово, потому что нет картинки, на эскизах они вполне нормальные, приличные дети советские, такие довольные, с бантиком, там на одном варианте один ребенок такой маленький, на другом варианте там двое мальчик и девочка с бантиками, довольные, одухотворенные лица, все бы хорошо, но эскизы делали здесь, в Москве, художники, не медальеры. И вообще, это период, вот этот период послевоенный, это период, когда проекты делали не медальеры. Это потом, когда придет Александр Васильевич Бакланов, дай бог ему здоровья, потом центр тяжести проектирования переместится в Питер, где именно медальерный класс будет открыт, а тогда нет. Тогда проектировали именно монеты здесь, в Москве, в основном были исключения, но, как правило, в Москве. И они не имели, эти художники не имели опыта работы с металлом, с материалом, поэтому этих детей невозможно было показать на металле так, чтобы они, так сказать, передавали всю суть эскиза, и они получились такими жуткими, что непонятно, как вообще это дошло до стадии пробной монеты. Там книжку, посмотрите, если она у вас здесь, откройте там в конце, он есть. Вы ее вернули, давайте обратно. Идал, в страну страничку, вы сами ее видите. Страница 82. Два эскиза, три монеты. Получается, по этой же причине, московского монетного параметра такие страшные. Я не знаю. Давайте мы как бы, предприятия, госзнак разные, работают они замечательно. Давайте не будем, я не знаю, по этой ли причине эта монета не была выпущена, или там какие-то другие были причины. Госбанк просто мог отозвать заказ, да, вот такие случаи бывали, но эта монета осталась только в пробах. Через год реабилитировались появление самой красивой, на мой взгляд, советской памятной, пробной монеты. Эта монета, посвященная шестисотлетию Куликовской битвы. По эскизам медальера ленинградского монетного двора Козлова Александра Васильевича, в основе была картина Авилова поединок Пересвета с Челубеем. Роскошная совершенно монета. Известно, четыре ее варианта отличаются качеством пруф или обычная и уровнем травы под копытами коней. На одном варианте он низенький, как здесь, а на другом повыше. Я вам потом эту монетку еще вспомню. У меня тут жетончики есть посвященные. Кто досидит, тут жетончик получит. Вот. Так вот, монеты не выпустили. Причины разные. На мой взгляд, наиболее вероятная причина – это несоразмерность этого юбилея, а коммеморативной практики советских памятных монет, наработанной к тому моменту. Смотрите, столетие Ленина, 50 лет революции, 30-20 лет победы, Олимпиада в Москве – это все мероприятия высшего уровня. И тут вдруг какая-то Куликовская битва, которая была бог знает когда, которая была с татарами, а Татарстан входил в состав Советского Союза и как сейчас в состав России, что тут же породило бы определенные как бы такие вот толки об этом. В общем, как бы то ни было, монету не выпустили, очень жаль. Только недавно она вот в виде монеты выставлена, и сейчас она у нас на выставке есть. Но в 80-е были разные интересные проекты монет памятных. Из интересного это монета, посвященная 60-летию Советской монетной системы в 84-й год. Есть варианты только в пускизах. Появились монеты, посвященные выдающимся людям, посвященные историческим событиям. Это уже конец 80-х годов. Активно действовало советско-германское предприятие Межнумизматика, которое тоже, так сказать, включилось в этот процесс. И в общем, в 80-е годы такая вот, если брать количество монет построить на кривой по годам, то вот 60-е, 60-е, 70-е, а потом хоп, конец 80-х взлетает ввысь. Их очень много. Осваиваются новые технологии, используется Палладий. С 88-го года пошел на серии, по-моему, тысячелетия единого русского, пятисотлетия единого русского государства, если я ничего не путаю. А в 90-м году появились самые экстравагантные советские памятные монеты. Это три памятных монеты, 50-100-200 рублей, Горбачев, перестройка, гласность. Здесь вот 200 рублей, снизу справа показано. На лицевой стороне надпись «Мир» на разных языках, памятники, на 50-ти рублях «Оспадская башня», на 100-ти рублях, по-моему, здание Верховного Совета, купол, и вот на 200-ти, на 200-ти, это храм бассейна Баженова, на обороте «Летящий голубь» и надпись Мироил Горбачев, гласность, перестройка, то есть такой совершенно потрясающий такой, на мой взгляд, китч, но этот китч был очень в духе времени, и стало, и было понятно, что монеты делаются на западный рынок, и там бы в силу великой популярности перестройки как раз в конце 80-х, начале 90-х годов, это было бы очень востребовано, но не случилось, монеты эти сохранились только в проекте, есть пробные варианты, по одной монете у нас есть, они у нас на выставке все выставлены, есть и инструменты, это такой символ заката советских монет, ну, в общем, дальше уже появились первые российские монеты, это отдельный разговор, в общем, дальше можно закончить стандартной фразой, что советская нумизматика прошла долгий и славный путь, отражение такового можно увидеть и у нас на выставке, и в многочисленных музеях, и частных коллекциях, очень многое, кстати, вот тоже идущие от советских практик, оно сохраняется и сейчас, например, до 2006 года у нас монеты рубль 2, рублячка, они есть из того же в общем сплава, который разработан еще в бывших десятых годах, по размеру десятки я уже сказал, памятные монеты, номиналов, линейка, она в общем сохраняется, вот например, ну, золотые монеты, да, вот у нас инвестиционные есть, 50 рублей, Георгий Победоносец, она в общем повторяет логику вот этих вот последних советских монет, набора номиналов, хотя понятно, что он условен, никакого отношения к реальной стоимости памятных монет не имеет, и конечно, школа медальерная художников, технологов, она зародилась, вернее, реинкарнировалась на монетном дворе в госзнаке в советские годы и отколоски этого есть и сейчас, в частности, ну, так сказать, яркий представитель таковой школы, это тот же уже упомянутый Нольсан Васильевич Бакланов, который как в 79 году пришел на монетный двор, как и сейчас, он возглавляет группу художников, которые проектируют современные, уже памятные монеты Банка России, поэтому, на мой взгляд, в нашей современной нумизматике очень не так мало от советского, да и от революционного периода, как могло показаться на первый взгляд. Спасибо за внимание. Значит, в 18-м году у нас в музее была такая основана серия памятных жетончиков, которые посвящены разным редким монетам, которые хранятся у нас в музее, и мне показалось уместным принести сегодня жетончик, который посвящен как раз вот монетам, посвященной Куликовской битве. Это жетончик 21-го года, поэтому я вам вот так его прямо в заводской упаковке привез, я вам сейчас дам. Да, прежде чем я вам дам жетончики, вы мне скажите, есть ли у вас вопросы. У меня есть. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то последние очеканки куфовских вариантов 12-го года? Значит, смотрите, с довоенными, ну, я про архив ЛМД в СКСПБ не говорю, я говорю про Гознак. Значит, у нас, повторюсь, с довоенными монетами проблема. У нас новодельные в 40-е и 50-е годы были сделаны комплекты разных новодельных монет. У нас нет даже, у нас червон с 23-го года есть латунные оттиски, односторонние, эскизы, а сами золотые монеты, две, у нас 61-го года. У нас даже нет настоящего, у нас 25-й есть. у 25-й тоже, кстати, 50-го золотой, а медные, да, там сложно все очень в 20-ми годами. То же самое, это все одна кушка. Значит, что касается 25-го года, да, у нас есть по 25-му году два односторонних латунных оттиска, две готовых монеты в меде и три золотых монеты. По документам, которые нашли, нашел, значит, все тот же досужий питерский исследователь, вроде как это новоделы сделаны в 50-м году. И по нашим учетным документам, которые тоже у нас нашлись, ну, естественно, у нас нашлись в Гузнаке, тоже там стоит 50-й год, но при этом они отличаются незначительно друг от друга. То есть там тоже все не так просто, не очень понятно. Следующий вопрос меня попросил задать достаточно или, наверняка, знаешь, Саша, Витков просто не смог ну, не смог, не важно. На латности нашего двух Хроменкова попасть, он хотел узнать, при том, что ты в книжке написал, что вот мелочь это тоже заказ Гузнака более позднего насчет в Руссии. Почему такое огромное количество данных монет, таких мелких в Руфе находится в общем в официальном грябе, они не такие уж иные. Не знаю. Я знаю только то, что в 50-м, в 56-м, в 61-м и 62-м годах Гузнак заказывал, ну, для музея чеканилось большое количество новоделов, при этом там по документам видно, какие когда чеканились. Например, в 50-м в основном речь шла о серебряных и золотых ранних с 20-х годов монет, а потом уже просто по годам, причем почему-то с 31-го года. Монет, как это не парадоксально, но монет бронзовых конца 20-х годов у нас нет в принципе. Нет. Это в курсе 26-го там? Нет. Ну, может быть чекани, но не для музея, понимаете. Что там было еще по заказам, я не знаю, у нас нет документов по этим заказам. У нас есть документы для музея, комплекта, иногда по 10, иногда по 15 монет, по всякому бывало. И интересно, что там были тоже свои особенности. Например, в 61-м году не разрешили Ленинградскому монетному двору, я уж не знаю, не помню, вернее, на каком уровне, делать монеты из серебра новодельные по заказу музея. Поэтому музею пришлось обращаться в Эрмитаж, чтобы Эрмитаж в музей передал свои поздние монеты 2025-2027 года, пруфовские, и Эрмитаж нам это дал. А новоделы в 61-м году вот из-за такой, потому что свои бюрократические были заморочки из-за запрещения расходований серебра. Но в принципе, вот у нас, повторюсь, эти комплекты есть, они у нас выставлены, и в общем... В 20-е годы Советская фотоэлистическая ассоциация, насколько мне известно, благополучно ответилась. Улучшенного качества. Вот 25-го, 27-го у нас Эрмитажные монеты на выставке, Ексерина Витальевна ходит вокруг, них все облизывается. Но я считаю, что мы же им передали в 20-е годы эти монеты, вернули обратно, все на фоне. У них хватает. Дай Бог Эрмитажу здоровья. И самый главный вопрос, появится книжка аналогичная? Слушайте, ну, понимаете, тут есть вот эта вот небольшая книжечка, там, в общем, довольно много сделано, да. Ну, да, посмотрим. Процесс, ну, работа идет, да, у нас свои есть планы выставочные, в частности, они не всегда, так сказать, соотносятся с тем, что хотелось бы. Пока есть вот это, возможно, мы задумаемся, вот как у нас есть деньги, которых не было, может быть будет какой-нибудь альбом, там, эскизы, советские проекты, это все еще надо осмыслять, переваривать, соотносить с материалами архивов СГАСПБ, в частности, этом архиве Понятного двора, с ГАРФом, там, с Министерством финансов, с Госбанком, это все надо соотносить, а для того, чтобы соотносить, нужно иметь большое количество времени. А в отличие от некоторых питерских исследователей, времени сидеть в СГАСПБ до позеленения у меня нет. И у моих коллег тоже, мы делом заняты. Спасибо. Ну, процесс идет, регулярно публикуются те же проекты, эскизы, вот, по частям, мы над этим работаем, да, у нас только олимпийских, извините, эскизов 250, то есть, это надо все, это для начала надо просто осмыслить. Вот общее... Ваш музей вообще даже предметаж произошел по количеству. Ну, слушайте, по определенным позициям, да, ну, как мы можем затмить солнце, мы солнце затмить не можем, иначе тьма наступит на земле. Вот. То есть, короче говоря, процесс идет, возможно, какие-то издания будут, но это вот, это буквально, так сказать, пунктиром, вот некий опорный костяк, который приглашение к размышлению, потому что это все до недавнего времени было засекречено наглухо практически. Этого известно не было. Сейчас мы к этому подходим, как-то на это под какими-то определенными углами смотрим. Дальше будет, конечно, ну, конечно, какой-то процесс пойдет. Ну, будем надеяться, что наша работа, она нас подвигнет это изучать, опять-таки, осмыслить, понять, ну, и, так сказать, какие-то, какой-то вклад мы внесем. У Шакова есть, которые, сфотечные, субсидного года, без пакета. Ну, есть несколько, но в основном они, подавляющее большинство, либо с ушком, либо со спиленным ушком. Да, ну, есть со спиленным ушком. То есть, как охранить, потому что. Еще вопросы? Вопросы, так, развиваем здесь, тщательно. Если мы вот так попробуем, андрей, большое спасибо за изречное выступление. Спасибо, что послушали, очень приятно. Да, я еще два слова скажу, просто вот, сказать, тоже, если будете в Питере, мало ли, у нас, во-первых, 10 сентября открылся мастер-класс по ручному отливу бумаги, и каждый желающий может прийти к нам в музей и отлить бумагу по технологии, так сказать, старинной, там, это все с водяным знаком, все как полагается. Во-вторых, у нас буквально через две недели, 13-15 октября, состоится наша очередная ежегодная конференция. Деньги в российской истории и вопрос производства обращения бытования будет опубликован сборник, но он уже в печати, вот-вот, так сказать, поспеет, выйдет. Там не будет прямой трансляции, но впоследствии доклады будут записаны и выложены на наш YouTube-канал. Кстати, к слову, у нас и YouTube-канал, и группы в социальных сетях и так далее, лайки, репосты и так далее и тому подобное. Вот, как-то так. Ну вот, я принес в библиотеку, это третий, это прошлогодний, она у нас была в Zoom, а вот четвертый, он на выходе, он печется. Вот, испечется и будет. Да, в сети сборники обычно где-то через полгода после конференции на нашем сайте. было бы за что. И за работу вашего музея, я думаю, месяц назад был у вас там в Петербурге посетил, но он тут у меня сейчас рассказывает, что вот, выставка меняет выставку. Вот у меня вопрос, может быть, я пропустил, может быть, это что-то было, так сказать, у кем? Вот, не занимались ли мы первой участием России или Советского Союза членоверов, художников, текан, демонет, сразу так, дороже, что это... Смотрите, да, действительно, да, собственно говоря, Гознак исполнял и исполняет иностранные заказы, да, у нас есть образцы иностранные, может быть, когда-нибудь мы дойдем до того, что посвятим какой-то отдельный кусочек этому. Ну, смотрите, как бы, в настоящее время она закрыта, поскольку, поскольку есть официальные заявления руководства Гознака, да, у нас есть страны, с которыми Гознак сотрудничает, это не скрывается, это рассказывается об этом. Что касается более ранних периодов, то у нас есть эскизы, образцы, мы постепенно к этому подойдем. Это тоже надо все понять, осмыслить, как-то подготовить. Хорошо, спасибо. Ну, у нас, мы над этим работаем, да, нам, дай Бог, извините, отечественный материал как-то, хотя бы понять. Сейчас просто установлю. Еще. Если я попросу с моими, небольшая такая спонтанная и рояль поставлена. То есть, я, ну, я так буду подниматься. Нет, вот я думаю, отсюда, я думаю, что достаточно слышно будет. Лучше туда, да? Хорошо. Значит, я даже не думаю, то есть, я понимал, что это вам будет интересно, но, честно говоря, я не ожидала, что он настолько интересный, почему он не интересный, скажем так, и лично, и исторический, и профессиональный, как угодно. сюда. Да, нет, просто, я хочу включить эту самую демонстрацию, как мыслялось, говорить сюда лучше не надо, будет полить. Поэтому, если, а, ну, все, а, сейчас. Сейчас постараюсь включить. Значит, надо включить камеру, да, не будет видом меня. Нет, камера не нужна. это просто демонстрацию, не будет учиться. Да, вот. У меня не презентация, я буду прям с этого, ну, не важно. Не, поделишься. Да, да, можно? Ну, их несколько, ладно, ну, буду тогда поделиться. Ну, допустим, так. Так, а дальше, если я буду переходить, они будут вот так. Вот, все. Собственно, я хотела, зачем демонстрацию, для того, чтобы показывать журналы, если векарсе, не увидят, а я не хочу очень затягивать. Вот. Я, конечно, неожиданно вспомнила, что мой детский работал в 20-е годы с отделением Госбанка, но это совсем лично, и к чему-нибудь неважно. Последняя часть мне была взумно интересна, потому что я помню эти любви, и это, конечно, с такой культурной точки зрения это фуансы всего, что приходит в полу. Но я хочу сказать, они еще очень конкретные, более того, у меня есть конкретный вопрос. Дело в том, что, как многие знают, помнят, но может быть, не все, ремблема нашего журнала связана с признаками святого первого искусства. И то немного, что удалось узнать 361-24 веку, вот мне бы хотелось сейчас это вот, и вот это немного представить и спросить в комментариях, можно ли узнать что-то больше и про это ли это. Ну, как показывает саму интервью, которая появилась уже в самом первом номере. И вообще о правлении этого журнала первого номера, конечно, исключительно. уже на втором через 8-го вот такого пространения там уже цениться художник. И, наконец, вот в 3-й журналах здесь статья из-за книги как только собственно вот о начале ВНИС, где мы так сказать как-то как-то сейчас я просто покажу так, чтобы все увидели. Значит, смотрите, это сама эмблема нового титула художник С.А. Кобанс. Это все, что мы про него нашли, это написано в самом журнале. сейчас вот я это попробую показать. Значит, смотрите, в первом номере выходные данные они в конце. То есть, они на последнем станке вот это есть. То есть, здесь мы видим какие-то концерты. Я хочу проверить, потому что да, вот они в конце. Значит, обложка заставки концовских множественных по маслу. причем это надо понять, то есть, вот тут всякие вот эти заставочки, они по темам, статьям. То есть, это, конечно, совершенно невероятно, и здорово, это нечестно, но, конечно, главное, это невероятно. То есть, я не могу в интернете всегда знали людей, но только когда узнали. Вот сейчас это кажется, так сказать, максимум слостной информации, которую нашел Сергей Георгиевич о художнике, то есть, его статье. Да, значит, во втором номере, смотрите, это уже изменилось. Во-первых, уже, по-моему, сейчас и проверим, что-то здесь уже в начале. Так, то есть, наобороте цепила, в принципе, контакте цепила. Ну, и здесь мы видим что-то не полкоманского, вообще не поминали, только технические даты. И картиночки другие, чуть похуже. Ну, очень видно, что это не толстого, они уже использовали, но время осталось навсегда. Время знали по сей день. Вот. В этой статье Сергей Георгиевич только вот назвал имя самого художника, больше там ничего не было. Потом в другую статье, которая вошла уже в его монографию, которая вышла, и вот-вот выйдет. Смотрите, я специально выделила. Максимум того, что первым художником журнала стала приглашена из Госбанка друг Владимира Мойковского, Александр Поманс, если сказать, по-моему, не Александр. Он с Сергеем Кимовым. Да, потому что, а, в журнале я исправила, а, в лице мне это осталось неисправным, потому что имя, он, ну, ладно. Чьими учителями были художники группы «Буз Новая Валетка» Крова Леблана и Диамашкова? К сожалению, ссылок у них нет, поэтому не знаю. Оформление Помански первого номера было исполнено на самом высоком уровне, передовые статьи управлялись заставками, концовками в стиле советского акт-эпо с обязательным вопреплением советской символикой. После ареста Сванинца была листована Помански, но, к счастью, вышла на свободу по берегской аммистии в 1929 году произведение Помански. Кстати говоря, были прекрасны известны советским людям. Он был автором эскизов «Денежных купюр», как ставил так и нового образца. Вот теперь после сегодняшнего доклада у меня возникает естественно вопрос, поскольку эта эмблема производит впечатление все-таки именно мастера недоверного. Ну, в общем, короче, что еще можно узнать про Среди? Все, спасибо. История разработ... Вот смотрите вы художественный фильм. Кто главные люди? которые вы ассоциируете с художественным фильмом. Ну, еще кто? Вот, вот, вы смотрите. Правильно, актеры. А за спиной этих актеров съемочная группа, операторы, монтажеры, еще великое количество самых разных людей, чья роль не менее важна, чем роль актеров, но просто они не появляются на экране, поэтому вы о них ничего не знаете. Вот с художниками «Гознак» ровно такая же история. Вот там есть несколько имен художников, о которых знают все, но людей, которые разрабатывали защитные признаки банкнот, ставили жесткие, очень жесткие задания художникам, чтобы они воплотили их на эскизах, заседали на технических советах, делали экспертизы. Мы, ну, знаем, но за пределами, так сказать, гознаковской какой-то там исторической работы, они неизвестны. Поманскому повезло, хотя повезло гораздо меньше, чем Ивану Ивановичу Дубасову, легенде, гознака, это, наверное, единственный художник гознака, который более-менее широко известен. Ну, он, в общем, такая действительно очень легендарная личность, но Поманский тоже, в общем, не последний художник, он был ближайшим сподвижником, соратником Дубасова, многое они делали вместе. У нас есть его личное дело на Московской печатной фабрике, я просто специально этим не занимался, но я когда приеду, я там наведу справки. Мне родился он, по-моему, в 1906 году, умер в 70-е, очень долго работал, много чего сделал. Из денежных купюр он был автором из выпущенных одного червона с 1937 года лицевой стороны, остальные Дубасов, но они почти такие же. Там очень трудно вообще отделить одного художника от другого, потому что они работали все, ну, это был отдельный такой коллектив, единый. И 3 рублей в 1947 году. Это вот он точно автор. Есть эскизы, хотя иногда там, например, вот Дубасов нарисовал часть, стал Паманскому доделать, да. Паманский был автором изначального эскиза красноармейца, бегущего в атаку на облигациях военных займов 42-го года. Известны его проекты в 30-х годах. По поводу репрессирования, потому что он был репрессирован, мне такая информация не попадалась. Судя по материалам личного дела, у него были какие-то репрессированные родственники, там он отписывался. Но у него есть эскизы 36-го, 37-го, 38-го годов. Вот здесь вот они, многие из них опубликованы. Там полистаете, ну сейчас я вам какой-то пример просто сходу покажу, но удачу. Художник, он был довольно известный, хотя всегда шел, в паре в спайке с Дубасовым. Дубасовым. Ну, например, сейчас вот, чтобы показать. Сергей Генн считает, что он мог попасть в армию. Ну, вот, например. Связи с вами, у которых был валютный эти первые работы. Вот, например, это работа по Мансову. Хотя выпущенная эта купюра не была. Самая крупная была здесь, чем она с подоцсетей. Есть материалы, а по Мансову у нас есть. И более позднее время при этом с моменты он участвовал в конкурсах. Вот, в частности, он участвовал в конкурсе вот на 67-й год. В 70-м году делал эскизы монет, посвященных столетию Ленина, но его проекты не пошли в серию. Марки. Вообще, самое массовое произведение у художников Гознака, собственно, благодаря которым и узнали, вот, массовое, так сказать, население узнало вообще об их существовании, об их именах, это почтовые марки. Потому что в каталогах Советской филотелистической ассоциации, классические, вот эти вот каталоги ЦФА, да, которые Любовь и филотелист знают о них, там они прописывались, правда, не все и не всегда, но тем не менее, потому что такие люди вообще есть. Поэтому по-мальски, да, это довольно известный художник, работал очень долго, с начала, по-моему, 30-х до 70-х годов, и материалы по биографии у нас есть. В принципе, мне не попадалось, честно говоря, но это вообще довольно странно, потому что, насколько мне известно, после середины 20-х годов, когда Гознак стал закрываться довольно быстро и довольно сильно, сторонние вот такие заказы не поощривались. Это в 20-е годы Дубасов мог иллюстрировать большое количество журналов, там еще что-то в газетах, у него там картинки были, много чего. А вот в 30-е, не знаю, из-за этого ну, понимаете, в 36-м, 7-м, 8-м годах Гознак трясло так, что, ну, там полетели огромное количество людей, это естественно, там многих, многих это коснулось, многие были расстреляны, например, Зекке, который уехал в Краснокамск, и был еще на революции, в экспедиции заготовления государственного мага замечательный, выдающийся человек, его не стало. Поэтому, не знаю, насколько это можно связывать вот именно с этими связями, там и без этого, извините, связи у всех хватало таких, это же, Гознак был очень тесно связан, естественно, еще с 20-х годов с Госбанком, это понятно, заказы шли, да, с тем же валютным управлением Наркомфина, Наркомы менялись, извините, историю про то, как на банкнотах замазывали подписи в 37-м году, Марьясина, председателя Госбанка, а до этого и Наркома финансов Гринько, та же трешка с красноармейцем, всем вам известная, 38-го года, там дырка композиционная, потому что там предполагалась подпись Наркома, которую счистили, на тиражных купюрах ее не было, и эта дырка там композиционно неуместна. Поэтому там все гораздо сложнее, вопрос интересный, я вернусь, будет у меня минутка, я, конечно, посмотрю к сервак с личного дела Поманского, и поищу там какие-то сведения об этой истории, но слышу я о том, что в 30-е годы вообще художники Госзнака так вот могли делать сторонние заказы первый раз. Вот смотрите, что он пишет, что в 24-м, 33-м, был советский зампредок в первые, не с 35-го года, зампредок был в банку в логичном операции. Видимо, вот он считает, что по этой линии. Просто там линия могла быть... Доказать, что нет, 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 я говорю, что он линия могла быть гораздо ближе, извините, вот просто директор, тот же Зекке, вот работал он с ним, там были какие-то у Паманского проблемы, потому что в деле есть упоминания, там у него родственниками были репрессированы, я сейчас просто не помню, потому что я специально этим занимался. Давайте потом поищем, поищем, конечно, пожалуйста. Еще вопросы? Есть ли в зуме вопросы? Народ безмолвствует. Ну, значит, видимо, все так, видимо, вопросов уже не Если вопросов нет, большое спасибо. Спасибо всем, кто слушал, и тут, и там. Да, Дорогие коллеги, еще раз большое спасибо, что посетили наш сегодняшний семинар, приняли участие в дискуссии, и это очень отрадно сообщить, что наш семинар по всей вероятности можно считать, что прошел какой-то такой испытательный срок, мы возвращаемся к работе, и теперь будем работать на постоянной основе. Всем большое спасибо за участие. Спасибо.